Мы приглашаем в выступление В.Д. Андрей Борисович. Тема «Доклады памятник для ребенка из отчества о ней и фамилии, пути и возможности сохранения». Я практических работ почти не веду, поэтому получается этот доклад. Такие впечатления о нескольких памятниках, которые сложились в этой поездке зимой. Прошлой зимой делали поездку, как бы предполагали. Посмотрели ряд объектов и на каждом увидели что-то интересное и какие-то возникли мысли. Вот просто такой постройчивый доклад. Начало нашего пути было 5-го поля. А дальше ваши объекты. Замужья. Это находится летом туда вообще не доехать, это из-за бусира Лача. Совершенно брошенный объект, казалось бы. Хотя несколько лет назад кто-то положил консервационную кровь. Что-то начали какие-то окна вставлять. То есть, казалось бы, совершенно незнакомое место. Вот, тем не менее, жизнь там присутствует. Хотя объект безнадежный. Мы его замерили. Ну, это так, в рамках научной работы. Тут какие-то рисунки, реконструкции, но вот он доставит. Хотя вот эти объекты, они крепко построены. Внутри поражают. Вся такой форма в присутствии человека видно. Конструкции такие. Это 19-е век, ранний 19-е век. Но все равно интересен, может быть, словно у нас. Вот такие вот колокольные, правда. Клеитинка. Мы его видели зимой в таком состоянии. На самом деле, вот лет 10 назад, вот в таком состоянии не верилось, что вообще что-то может, что-то будет происходить с этим объектом. В результате, ну, тоже это летняя фотография, не совсем оконченная. В результате, ну, проведена десорация. Хорошая работа, даже гибельно. Бегу взглядом. Сохраненные старые защищки, обшивки. Новые. То, что профессиональные ресторации вообще не делаются. Там все, летается и строится новое. Вот. Единственное, хочется сказать, что с кровленными работами. Жалко, хорошие плотницкие работы, аккуратные. С кровлей, вот эти носоки, которые, на самом деле, по-моему, вообще не нужны на таком маленьком моменте. Они, конечно, неужели подпортить мне, что ли. И шатер. Шатер-то был деревянный, потому что вернулся назад. Потому что, извините, такой критик какой-то, что-то не очень местная. Шатер деревянный был, а железом не все покрыто. Вот. Здесь у нас получилось все с горжа железом покрытое. Немножко так жестковато. Вот этот объект. Это очень давно делали отец Люсей и ЦИГРО. И тогда оказалось, что это групповатая работа. То есть много нового, практически не исторического. А с другой стороны, оглядываясь и на профессиональные работы, и на работы наши. У нас везде есть ошибки, везде не дать чиновник. И в целом, в целом, работа нормальная. И ты очень много пользуешься. Впечатление хорошее. Молодая шалка. И большая шалка. Молодая. Индивительное объект. Стоит среди леса. Смотрите, ворота с молитвой. Просто потрясающе. И, в общем, вот, поездка. Слезы к облице. Вот так вот. На старом кладбище. Интерьер удивительный. И даже, вот, видите, есть, по-моему, или другие усложивания. А здесь связывались и несколько лет назад. Было. Рама иконостасия. Ну, вообще, вот, ощущение нерозавея. И, вообще, и подлинности. То, что у нас нет... То, что мы теряем. Многие инструкционные объекты. Ну, и делали то же замеры. Это тоже была научная работа. Это будут публикации какие-то. Но конкретного проведения работы нет. Большая шалка. Несколько лет назад проведены работы. На самом деле, здесь остались недоделки, которые, я не знаю, как устранить. Мы даже вообще не получаем решение просто так приехать и сделать. Вот эти колеса наверху. Вот они. Видны выше? Вот это надо ставить траву. Это, конечно, глядево. То есть, все, в общем-то, сделано, укреплено, вот это вот осталось. Тогда даже, может быть, изнутри. Я залезал, так, голову проснуть можно, но, наверное, все так, не видишь. Все-таки, да. А изнутри не сделать. Хотя, хотя бы, может быть, консервационно, может быть, и можно. И, конечно, хотелось бы снять леса, потому что они создают вот это ощущение, стройки, когда стройки нет, не нужно. Это немножко я легкие фотографии отдаю. Тоже, когда поле посмотрел. Очень интересная часовня. Она много лет, давно стоит, как всегда, не обращая внимание, а тут занимались деревней, делали обследование в рамках школы инстаграции. И смотрели часовню. Там так интересно. Там такой ранний 19-й век в основе. Это два раза пристройки были сделаны. Следы, вот они. Вон они, видны прекрасно. Следы, такие хорошие затесочки, заплечики. Повалу, правда, нету. И куриц нету. Не маленький, с ним можно поработать. Вот тоже на следующий год. На выданье, пожалуйста, объем. Вот это. Вот это. Он заносервирован. Комитет Кирилова. Законсервирован. Но хотелось бы вообще-то сделать эстармацию. Она не очень сложная, потому что часовня перекорректная. Там галерея внутри. Лединая. Лединая. У меня тогда объект не завершен. И там у тебя что-то недоделано. Вот пример государственной работы. В целом, в целом, вроде бы, объект приведет в порядок. Но работа грубоватая. Покраска вся не та, которая была исторически. Покраска немножко у насел. Турчасова. Турчасова. Ну, здесь ведутся работу. Ведут сами. Просто тихонечку, небольшой захват, приделывать. Турчасова одна из самых больших церквей. Огромная просто. Это 20 метров. Плесники. Пила. Это самый высокий, наверное, церковь населения. 44 метра до основания листа. Вот, наверное, она была еще повыше 45 метров. План церковной партии. Меньше двухчасова. И выше. Вот, примерно, и реконструкция первоначального облика. Свящая галерея, как она была в 17 веке. Объект проблемный. Проблемный в чем? Вот эта часть фундамента. Вот этот угол, северо-восточная часть. Она проседает. То есть, виден наклон всего здания. Там срок не искривляется, а он просто опрокидывается немножко. То есть, если поднимать, то вот эту часть. Срозная работа. Наверное, это государственный масштаб. Но, правда, что делается в государственных работах, мы сами знаем. Она тяжелая, я не знаю сколько, тонн 800, наверное. Колокольня, да, и внутри поражает интерьер. Это все рубленое, поэтому даже показать надо, куда водить. На потолку. Колокольня. Вот она до реставрации, по госконтракту ее сейчас завершает. В принципе, работы более-менее ничего. Мы видели зимой, видели летом. Летом неприятно поразило в том плане, что очень много нового. Вот. Но это реконструкция первоначального облика. Она действительно была карусная. Казалось, что вот этот вот второй шестерик поздний. Нет, он не поздний, он ранний. То есть, она одновременно была построена. Вот внутри мы видим бревна, крестовины. Это все старое. И в старинном, возможно, ремонтное. 19 века. Сейчас полностью заменены перекрытия. Они полностью сделаны без нового материала. Вот это вот беда реставрации. Реставраторы не хотят возиться с мыщенками, там, перебирать старое бревна. Они просто все выкидывают и ставят полностью новое перекрытие. Новое перекрытие, новое лестнице. То есть, входит, что-то там все прям красиво так. Средится золотистая. Старое, как стены. Решается вопрос с углом. Что там делается? Там делаются столбические фундаменты на метра на два. И мне кажется, что сейчас уже сделано там. И они сейчас задавали вопрос по поводу небольшой подходной стенки. Думал, что это должно быть сделано. Винтовые сваи или какой-то стенки. Но она напоминает такие временные мероприятия. Ну, действительно, не знаю, что постоянно сделать. Ну, немножко пересыпать землю, где дерево будет работать. Чтобы просто обход был вокруг здания. Это подпорожье. Подпорожье, наверное, здесь немного будет отдельных рассказов звучать. Зимой мы просто осмотрели объект. Ну, что-то на месте, какие-то работы. Которые реализованы. План. План маленький. Маленькое построение по сравнению с участковым пилой. План компактный. Очень большой объем работ проведем. Огромные, впечатляем. Которые там летом побывали. Это вот уложены кровли везде. Вот сверху смотришь, вот сколько крови уложено. То есть все объект ухрыл. Замечательно. Вот на что надо обратить внимание. Деформации стены. Самые сильные деформации на восточной стене. Почему? Потому что здание, тяжелое здание, имеющее приемы, оно обычно проседает в центре. Это все объекты, как сверху. А вот эти вот субчиненные части, они немножко приподнимаются. И начинают давить. Сдавливать основную струк. В Кандапоге тоже самое было. Слук деформируется, а в того, что прапезная оправдивалась, и дали на основной струк. Вот здесь у нас, как бы, крещатая, там основа по одному прирубу с юго-севера и запада, и три прируба с востока. И вот эти большие три прируба, их много, и они дают больше, и пойдут в самой сильной деформации именно с восточной стены. Ведь это как искривляется. Мне подумалось, что там было бы неплохо ослабить, по крайней мере, это напряжение, немножко опустить алгоритм. Каким способом, правда, это сделать? Я не знаю. Там волны. Подкапывались волны. Но это был бы хороший шаг, немножко поправлением этих напряжений. Потому что могут деформации прогрессировать. Разраборы. Сейчас разрабатывается проект, вот о нем никто не рассказывает, но, надеюсь, может, весной на конференции о церкви. Как реставрации? Для ростоздания глав пошли по такому пути. Полноценный проект реставрации. Пусть поддаемая работа, в которой совершенно нет времени. Делается пунктирно уже полгода. Ну, ничего не совершенно, но, надеюсь, сделаем. Это к тому, что вот эти бумажные проектные работы в полноценном объеме, достаточно трудоемкие, и иногда не имеют смысла. Иногда даже, я бы сказал, что можно работать без проекта. Просто и вещи. Но здесь проект была по понятиям, сделанным по старой фотографии. Выявились другие проблемы. Проблемы провисающих перекрытий. Здесь нужно, конечно, части конструктора, которые мы еще... Ну, в процессе все. Какие-то решения зреют. Но эти решения, на самом деле, больше похожи на противооритные, чем на реставрационные. Это подборки, дублирующие фермы, комфиксирующие то состояние, которое есть. Потому что предполагается, конечно, без каких-то разборок и радикальных вмешательств в составе вот этот объект. И будет для реставрации полного времени, это тоже еще вопрос. Ну вот, это ограды тех глав, которые это глагальство создало. Поморские пейзажи, совершенно великолепная зима. Там хороший зимник идет до Солнца Павелии. Эти травы, совершенно заворачивающие пейзажи вдоль воды. Ниминька. Доехали до Ниминьки. Церковь, конечно, великолепная, огромная, деревянная, двухэтажная. Сейчас про колокольную. Да, колокольная аварийная. Ее осенью удалось немножко поправить, где-то там вынимание претает. Но все равно, это как бы аварийность остается. Ну, такой один из шагов. Но сейчас надо так, чтобы она немножко попременнее стала. По крайней мере, нет ощущения, что она упадет. Все равно здесь надо продолжать работать, потому что эти углы сейчас не сядут. Я об этой работе подготовлюсь, подруги расскажу. на историю конференции общего дела. Церковь. Смотрите, такие интерьеры не совсем традиционные. Это такой 19-й лет, что даже промышленная архитектура здесь есть. Это столкнуться. То есть архитектура у меня уже другая. Она подлинность, до них сохранилась в подлинности. Вот только иконы назарились, а так дедали, перекорректы клиросы, Валясина, на Кирсово. Ну, не знаю, у меня желание, хотя бы оберите этот архитект, как его представить хорошо. Хотя бы на бумаге, чтобы сохранился. Нет, он сохранился и в реальности. Но здесь проводятся работы, так, ну, очень, понемножку консервационные. И то, слава богу. Вот архитектура. Она доступна только по земле, на машине. Это был шатровый храм, типа как в Неоноксе, с четырьмя пейерубами. Ну, здесь противорийное, такое вот временное покрытие, которое уже протекает, его надо возобновлять. Немножко жалко, что здесь есть люди, которые готовы, которым это интересно. Приехали, поговорили, и так у нас ничего, и такого, насколько я знаю, никакого задолжения не получилось. Хотя, конечно... А, где есть женщина, кто-то сегодня? Ну, хорошо. Да, от нас никаких шагов, кстати, не прозвучало. Здесь можно было бы организовать другое. Доски готовы завести, помогать. То есть, там помощь на месте есть. Сделать, возобновить конституционную проблему, чтобы он остался, хочет, чтобы не протекал. Будь в таком из уродом виде, но все равно. Мы что-то мерили попутно, вот такие вот обмеры делали. По крайней мере, строительные объемы доски рассчитать по этим. Что-то там можно. Вот, масса снегов, как-то из стартов, балерей. Интереснейший объект. Даже Ирма тоже ждет своих работников. А здесь в советское время положили крышу, конституционную главу. Главу начали деформироваться, вот так вот падать. То есть, там внутренние конструкции расслаблены. Надо какие-то расспросы платить. Просто набивать как угодно во всех направлениях, чтобы зафиксировать от обрушения. Потому что если обрушить сейчас какие-то ваги, движение, это огромная работа. И конституционная работа, на самом деле, несложно провести. Объект невысокий. Ихипология доскупит любое время работы. Вот и вот такие объекты сделали. Там история интересная. Непонятно. Вот оно было в каком-то 17-ом веке изначале. Судя по описанию. Ну, это такая гипотеза. Это в начале 17-го века, он сказал, такие вот, эти главы. А дальше Кунема. Ну, Кунема, наверное, буду рассказывать. Я просто остановлюсь на тех впечатлениях. Небо. Небо, годы, это 17-го века. Вот он, замок, ее замок подбив. Он не конструктивный. Так же, как пустые конструкции сходятся в одну точку. А вот это вот. То есть, этот замок, это декоративный. Это потом уже, когда более легкие небеса стали делать, 18-19 лет, это уже была крупная. Декоративная часть. Шатер, перестали жить. То есть, ну, просто вот так интересно. Вы хотите все это разглядывать, подбив, смотри, мешками, прошу, что все видно. В христы, в христы, стоятые христы. По-моему, да, два или три, я не помню. Внутри, в шатре. Вот один из них замерен. Это крест 17-го века. Где мы видим, в христы 17-го века. Не представляю, где сохранилось. По всей реструционной кресте. Обратите внимание на как устроена юбка. Вот наше представление о том, сейчас все реструционные, это шарик, юбка, и все. Как было, смотрите, детали какие. Это экстремент сделал. Написи. П-образные, какие-то перекладины. И надписи. Но все больше встречает нахрен статусы. Казалось бы, они непонятны для кого-то, ничего не видно. Делали пустынки и муизи. Дальше не оно все. Это просто впечатление от государственных работ, бюджетов. Очень долго делается в Троицке, безумно долго. По маленьким захваткам, там Троицкий сидит и что-то тихонечку делает. Колокольный, смотрите, вот эта реставрация с покрасками, как она пришла в какое-то состояние через более 20 лет. Покраска сходит, конечно. Появляется и пасть на времени на покрасках. С купола краска полностью сошла. То есть, мы иногда как-то неприятно причитаемся о современных экстрементах с покрасками, но они сходят. Зоостровье. Это бюджетная работа. Она до сих пор тянется, доделки с большими трудами. В принципе, по слову, хорошо проведена работа. Относительно хорошо. Ну, потому что там сроки, сроки проблемы, деньги, это целый блок проблем всегда. Очень много деталей. И вот все эти доделки, меняется поглядчик. Ну, в общем, не получается на бюджетные средства таких нормальных, хороших работ, как вот получаются, там, ульги, СИУМА, еще какие-то аналогичные зачатия, огромные проблемы от проблем и объект. Что интересного? Интересные конструкции. Вы знаете, что он перебран был, Горетникова, по сути, построен из нового материала. Там старого, как будто ничего нет. Он вводил конструкции. Проверок огромный, не знаю, метров 11-12, наверное. И как он решался? Он вводил конструкции по линии Запад-Москов, какие-то рапециевидные. Это, конечно, это не традиционные. Вот они, это не традиционные. Это именно вот такой же 19-й век. Вообще, вот это надо компенсировать. Интерьеры, какие-то сидящие, провалы. И самое забавное, что когда залезает наех, вроде бы, церкви 1909 года, а там стоят журавцы на комнатах возняться. Да, это пора. То есть, когда я, сделав полностью новую церковь, все-таки в голове использовал старые конструкции. Я даже не знаю, потому что им не разбирают, как их сняли. Например, такие цели не ставят, кого-то им не демонтировали. Странно, что? Ратулгас. Ну, по этой работе уже проведены работы по этому объекту. Слава Богу. Вот на этом объект закончился. Были инициативы заниматься очень все сложно, очень проблемно. Но на это надо браться, тем не менее. С такие объекты просто хвататься надо и делать что-то. Ну, мы какие-то продумали первые шаги, которые можно было бы сделать. Но нужны руки, нужны руки, время, какие-то средства. Совершая этот обзор, как видите, очень много работы. Проект, проехав по серию, мы везде столкнулись с инициативными работами. Люди сами берутся и делают. То, что делается из госбюджета, это делается, ну, конечно, это масштабно, общественным, общественным, это мало кому по силу такие работы. Но работы очень группы. И вот если оценивать, сохраняют они двериады экрана как объекты культурного наследия, или нет, они, конечно, приводят в порядок. Но вы говорите о подлинности, о достоверности, наверное, все-таки очень много допускается каких-то ошибок. даже не то, что ошибок, а небрежности, неряшливости, просто упущение всего срока не будет невозможным. А работа по общественным инициативам здесь нет спешки, нет годки, правда, ограничено в деньгах. Но, тем не менее, здесь лучшие результаты. Вот, если вот на лицах завершиваются, и так и лучшие. И количество, наверное, больше. Поэтому, то, что у нас, а сколько, конечно, государство не занимается не выполняет своей функцией, а люди сами берутся и берутся. с двух сторон, и помочеваться. Ну, так вот. В таком направлении имеется. Поэтому, в первом направлении надо продолжать. Все еще. approve. Аплодисменты. АПЛОЕНИЕ. АПЛОЕНИЕ. АПЛОЕНИЕ.